За трудовую сознательность, рабоче-крестьянскую дисциплину и преданность мировой революции, а также за призовую стрельбу и понимание текущего момента наградить курсанта Алексея Трофимова красными революционными шароварами. В 1971 году на экраны Советского Союза вышел художественный фильм «Офицеры». Фильм имел оглушительный успех, в первую очередь благодаря простой и ясной философии. А я вот представьте, всю жизнь гордился своим делом. И отец моим гордился и дед, но другие богатством гордились или знатностью, а мы – профессией. А что это за профессия? Родину защищать. Есть такая профессия взводной. Не случайно эту знаменитую фразу сказал бывший офицер императорской армии. В дореволюционной России продолжение семейного дела чаще всего было продиктовано сословными требованиями. Большинство дворян становились офицерами просто в силу традиции. У нас так принято. Так раньше объяснялось и почему в семье Портнова сын обязательно станет портным. И почему на трон в царском роду обязательно сядет сын-наследник. В истории нашей страны была и великокняжеская династия Рюриков, правившая Русью на протяжении семистолетий, и род Романовых, первый из которых Михаил узнал о том, что его выбрали на царство в марте 1613 года, последний, Николай II, отрекся от престола в марте 1917. И только после революции с отменой сословий изменился характер преемственности. Семейное дело становилось смыслом жизни, потому что в основу традиции закладывались не условности, а пример родителей. В основе любой известной династии лежит чей-то пример. Потомки и продолжатели дела Генри Форда в качестве образца брали жизненный путь великого бизнесмена. Может быть, поэтому корпорация Форд завоевала весь мир. Действительно, трудовая династия – это основа любой организации, тем более такой серьезной, как ФСБ. Молодое поколение чекистов брало от своих родителей самое лучшее, ориентируясь на них как на высокий пример служения обществу. Отец подполковника ФСБ Валерия Тимонина чудом уцелел в мясорубке Сталинградской битвы. От полка десантников, в котором он воевал, осталось всего два человека. Отец был тяжело ранен под Сталинградом, за разрывное поле. И он был вывезен из-под Сталинграда в госпиталь в Ульяновскую область, где медсестрой работала моя мама. Они, так сказать, полюбили друг друга. И, короче, отец после излечения увез ее в Ульяновскую область к своим родителям, где в 44-м году я родился. Это очень романтичная история, и я, ну, естественно, всю жизнь был свидетелем тех отношений, которые были у моей мамы с отцом. Ну, они и в этом плане были для меня образцом. По мнению Валерия Тимонина, династия – это не что-то надуманное, не какой-то пиар-ход, помогающий продвижению по службе. Династия – это те идеалы, те представления о жизни, которые воплотили предшествующие поколения. У меня был брат, вот, но, к сожалению, именно в комитет госбезопасности он по ряду причин такая не попал, но он пошел все-таки по, можно сказать, посреди правоохранительной. Он работал в налоговой полиции нашей губернии, дослужился до полковника. А один из его сыновей сейчас является сотрудником нашего управления. С чего начинается родина, известно каждому. А с чего начинается путь в профессию? Что служит отправной точкой, с которой профессия родителей становится смыслом твоей жизни? Чекистская история моей семьи началась в середине XX века с моей бабушки, Скоробогатовой Нины Ивановны, которая много лет отдала работе в канцелярии особого отдела КГБ по Превою. Так в те времена назывались органы военной контрразведки. А в начале 60-х годов в управление КГБ по Куйбышской области пришли мои родители Александр Филиппович и Лира Ивановна Пастушкины. Основной задачей в работе Александра Пастушкина было оперативное обслуживание оборонных объектов в Куйбышевской области, в том числе предприятия ракетно-космического комплекса. Специфика службы, разумеется, накладывала отпечаток на уклад семьи. Елена отца практически не видела, но из разговоров родителей она понимала, папа и мама причастны к какому-то важному правительственному делу. Папа неоднократно бывал на Байконуре, много рассказывал о запусках космических кораблей, о Гагарине, о его визите в Куйбышев после полета. В то время этой информацией обладали только очень узкий круг посвященных. С Байконура привозились сувениры, фотографии космонавтов с их автографами. Еще я с детства помню букеты тюльпанов, степных, байконурских тюльпанов, которые папа привозил маме на день рождения весной. О продолжении чекистских традиций в семье Елены вопрос никогда не стоял. Она росла в особой атмосфере, в понимании высоких идеалов, которым служили ее родители. Все это было окутано ореолом романтики для меня. Любимые книги, фильмы, естественно, были о разведчиках. И жизненный путь привел меня туда, откуда 30 лет назад начинали мои родители. В управление тогда ФСК, Федеральной службы контрразведки по Самарской области. Но через несколько лет мне поступило предложение перейти на работу в одно из оперативных подразделений. Судьба? Возможно. А возможно, призвание передается на генном уровне. И спустя годы человек вряд ли сможет сказать, что же стало реальным побудительным мотивом. Великий Сергей Бондарчук стал родоначальником всемирно известной актерской и режиссерской династии. Это вполне закономерно, ибо дети, особенно известных артистов, довольно часто продолжают дело родителей. Но бывает так, что судьба выводила человека на стезю предков на первый взгляд случайно. Так было с Георгием Тищенко. Его родители – артисты провинциального театра и никакого отношения к работе спецслужб не имели. В армии Георгий решил поступать в строительный институт и о карьере военного даже не помышлял. На третьем курсе Самарского строительного института Георгий женился. Супруга оказалась из семьи потомственных чекистов. Именно тогда Георгий понял, что хочет служить на благо Родины в Комитете госбезопасности. После окончания института Георгий Тищенко начал работать в Куйбышевском управлении КГБ. И только тогда он узнал об одном секрете своей семьи. Когда я стал уже работать, моя мама под большим секретом, под большим именно секретом, мне говорит, а ты знаешь, что твой дед тоже работал в органах. Я говорю, это первый раз слышу об этом. Как так? Оказалось, что дед Георгия в годы Первой мировой войны служил в Петрограде в знаменитом первом запасном пулеметном полку. Участвовал в революционных событиях, там же встретил свою будущую жену Марию Павлову. Позже работал в органах ЧК. Так, спустя десятилетия, Георгий Тищенко продолжил дело своего деда. Такое есть выражение, от судьбы не уйдешь. Видимо, это ко мне относится. После развала Советского Союза слово «патриотизм» стало не то, чтобы под запретом. Нет. Но с помощью средств массовой информации в сознание людей стал внедряться афоризм. «Патриотизм – последнее прибежище негодяев». Автор этого афоризма, английский литературный критик 18 века Самуэл Джонсон считал, что патриот – это тот человек, который все свои поступки соизмеряет любовью к родине. И даже самый последний негодяй, став патриотом, имеет шанс на спасение. В России 90-х годов этот афоризм стал пониматься буквально, и слово «патриотизм» приобрело негативный оттенок. Результат оказался плачевным. Молодежь примеры для подражания стала искать в голливудских фильмах, а к героическому прошлому советского народа стал относиться так же негативно, как и к слову «патриотизм». События в современной Украине совершенно четко показали, к чему может привести подобная подмена смысла. Объектами подражания становятся каратели и предатели, а за образец молодежь берет героев американских фильмов. Хотя по части героизма наши предки дадут серьезную фору нашим заокеанским партнерам. В этом плане положительным примером может служить история чекистских династий. Знаменитого на весь мир разведчика Льва Маневича считают родоначальником самарских чекистских династий. С Самарой его связывало очень многое. Здесь он женился на местной девушке Наде Михиной, здесь начался его путь в разведку. Впоследствии имя советского чекиста Льва Маневича, больше известного под псевдонимом Этьен, вошло в мировую литературу по истории разведок. Это был профессионал исключительного мужества. Даже после ареста он продолжал вести разведывательную работу в фашистском лагере, а его резидентура выставляла в центр важнейшие оперативные материалы. Разрабатывают новый состав горючего, новую смазку. Изменен режим работы мотора, бомбовые прицелы предохраняют от обледенения. Я, Этьен. Когда отправлена записка? Неделю назад. Сосед по камере передал через невесту. Там у них при тюремных свиданиях разрешается целоваться с близкими, при том дважды, при встрече и при расставании. Морозоустойчивые самолеты. Значит, собираются воевать не на юге Китая, не на Филиппинах, а в Монголии, Манчжурии и на нашем Дальнем Востоке. Да, это совпадает с нашими разведданными из Токио. Но какое мужество нужно, чтобы разведчик, сидя в тюрьме у фашистов, продолжал боевую работу? Поразительно. Во время эвакуации супруга Маневича жила в Куйбышеве, а дочь Татьяна училась на курсах Военного института иностранных языков в Ставрополе, в будущем Тольятти. После окончания курсов она была направлена в управление войсковой разведки Генерального штаба, где и работала до конца войны в качестве военного переводчика. Оригинал знаменитого плана «Барбаросса» плана нападения Германии на СССР специально для Сталина переводила именно она. После войны Татьяна Маневич работала переводчиком в лагерях для военнопленных под Ригой и Калининградом. Позже преподавала язык в высшей школе КГБ. Сколько потрясающих фильмов можно было бы снять на примере одной династии самарских чекистов, а между тем подобных династий в самарском управлении десятки? На память у меня еще и мой первый оперативный начальник, полковник Красильников Сергей Петрович. Он уже в конце 40-х, начале 50-х, возглавлял один из оперативных ведущих отделов нашего управления. У него был сын Рэм Сергеевич. Я его знал. Долгие годы Рэм Сергеевич работал нелегалом в странах Западной Европы и Америки. Позже, в годы Холодной войны, Красильников возглавлял один из отделов Центрального главка. Именно в это время фамилия Рэма Сергеевича для американских спецслужб стала знаковой, так как под руководством Рэма Сергеевича контрразведчики разоблачили десятки штатных сотрудников ЦРУ и их пособников в СССР. Помните фильм «Тасу полномочен заявить»? По нашим сведениям, подготовка переворота ведется сведомо и при поддержке правительства Соединенных Штатов Америки. А осуществление этой противозаконной акции возложено непосредственно на Центральное разведывательное управление вашей страны. «Тас» уполномочен сделать по этому поводу официальное заявление. Разоблачение американского агента Трианона делало рук коллег Красильникова. Примечателен следующий факт. После того, как Рэм Сергеевич ушел из жизни, о его смерти сообщила американская газета «Нью-Йорк Таймс». Что ж, враг мог по достоинству оценить профессионалов СКГБ. Да и сейчас эта аббревиатура внушает уважение. Но что интересно, что и его племянник Рэм Сергеевич Красильников продолжает эту семейную традицию и в настоящее время тоже трудится в органах государственной безопасности. В этом же ряду можно вспомнить и семью генерала Ивана Павловича Кенарова. Он воздавлял наше управление в 60-70-х годах. А его сын Владимир Иванович работал вместе со мной в одном подразделении. Потом был переведен в Москву. Заслужился до звания полковника. Ушел в отставку. А сын его, Павел Владимирович, подполковник, тоже работает в органах государственной безопасности. Кавалер боевых государственных наград. Ветеран Самарской контрразведки Сергей Георгиевич Хумарьян о своей династии может рассказать очень много. И став сотрудником органов безопасности, он сделал выбор осознанно. Иначе и быть не могло. Как бы судьбой было определено таким образом, что мне было не уйти никуда в сторону. И как бы так само собой получилось, что я оказался в рядах чекистов. С детства его окружали сотрудники органов безопасности. Многие из них были близкими и дальними родственниками. Родоначальником чекистской династии Сергей Георгиевич читает своего двоюродного деда, профессионального революционера-подпольщика, участника двух революций, отбывавшего ссылку вместе с Дзержинским, и первого начальника Астраханской ЧК. Отец, который начал работу в ЧК с 1924 года, партизан Великой Отечественной. После ее окончания был командирован Белоруссию для оперативной работы против национал-бандитского подполья и бывшей немецкой агентуры. Сергей Георгиевич с детства чувствовал свою сопричастность к делу отца и близких людей. И это чувство сопричастности, в конце концов, привело его в ряды чекистов. Фамилии славных чекистских династий можно перечислять долго. Как сказал великий поэт, имен блестящих череда. Дети ветеранов контрразведки Станислав Немков, Владислав Левков, Андрей Мурзинцев, Максим Денисов продолжают службу в органах безопасности. Дети и внуки ветерана КГБ Анатолия Боровкова также служат в органах госбезопасности. И все-таки чекистские династии – это нечто особенное. В других профессиях основой является некий бренд, а стимулом для продолжения династии служат поддержание фамилии, статуса и семейного благополучия. Профессии чекистов тоже идут по стопам родителей и тоже берут с них пример. Но не для того, чтобы служить семье, а для того, чтобы служить родине. Как и в сознании государевых людей сотни лет тому назад. Так и сейчас в основе чекистских династий традиция служения воинскому долгу. Как и прежде, чекисты на ежедневном боевом посту. История сохранила нам слова великого российского императора Петра I. Слова эти, как девиз, звучат дословно так. «Кто к знамени присягнул единожды, у онного до смерти стоять должен». Мы и стоим, чекистские династии, стоим, присягнувшие к знамени, стоим в одном строю. Ведь не даром в народе существует поговорка. Есть такая профессия – родину защищать. С чего начинается родина? С картинки в твоем букваре, С хороших и верных товарищей, Живущих в соседнем дворе. А может, она начинается С той песни, что пела нам мать, С того, что в любых испытаниях У нас никому не отняв. С чего начинается родина? С заветной скамьи у ворот, С той самой березки, что в опале.